Ершовцы тщательно берегут память об отечественной войне 1812 года. Что неудивительно, ведь многие события тех лет происходили на территории поселения. Здесь во время войны 1812 года Наполеон шел на Москву и непосредственно проходил по территории Звенигородского уезда. И снабжал армию свою, он снабжал за счет того, что изымал у крестьян зерно, скот, фураж и отправлял всю свою действующую армию. Поэтому крестьяне все встали на борьбу с Наполеоном, создавали партизанские отряды, вели здесь бои. На этот раз памятный митинг Ершовцы посвятили 205-й годовщине Бородинского сражения. Он прошел мемориал о погибшем воинам России, на котором высечены фамилии земляков, героев отечественной войны 1812 года. Награждены были медалью за любовь к отечеству 25 крестьян после окончания войны. Пятеро из них на территории нашего сельского поселения, из наших деревень. В памятные акции приняли участие десятки жителей поселения. К гостям обратились руководители муниципалитета, сотрудники местного культурно-досугового центра и священнослужители. Господа, слуги, рабы объединились в одном строю. И вот уже нет ни Элина, ни Язычника, ни Скифа. Все воедино. Все за Христа и за Родину, и за Царя. И Царь вместе с ним, и в нашем селе тоже вчерашние рабы крепостные вдруг оказались свободными, свободными в своем выборе. Они выбрали через любовь к Родине защитить ее до конца. И много французов положило здесь свои главы. Присутствующие почтили память погибших воинов минутой молчания. Никогда не будет лишним вспомнить бессмертные строки, написанные Михаилом Лермонтовым. Ученики Иршовских школ продемонстрировали свои знания в этой области и доказали, что помнят их наизусть. По крайней мере, начало. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, французам отдана. Ведь были схватки боевые, да говорят, еще какие. Не даром помнит вся Россия про день Бородина. Я не помню. Завершилась церемония возложением цветов к стеллам мемориала. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.